МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТОЧКА НЬЮЗ Всем привет! Мы снова вместе. Вместе, куда слетаются все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Точки зрения бывают разные, но ваше зрение направлено на ТОЧКА НЬЮЗ. С вами я, Константин Тарасюк. Поехали. ТОЧКА НЬЮЗ Влад Соколовский наконец нарушил молчание. После развода четы Соколовского и Дакоты, Рита находила в себе силы и комментировала случившееся. А вот Влад предпочел остаться в тени и залечь на дно. В январе Рита и Влад отправились на Бали, и что логично, не вместе. Дакота отдыхает с подругами и дочерью Мией. Соколовский тоже видится с дочкой, но без Риты. Компанию на отдыхе ему составляет Наталья Сульянова, отношения с которой Влад официально пока не подтверждает. На острове певец случайно встретил Альзу и Клаву Коку, подруг Дакоты. Соколовский решил подойти поздороваться, но что-то пошло не так. Судя по всему, некий холодок ощутил он от подружек бывшей жены. Эта встреча, видимо, всколыхнула в душе Влада некие чувства, после чего в его инстаграме появилось аж шесть видеороликов с признаниями. Мол, признает свои ошибки и жалеет, что не может ничего исправить. Поклонники воодушевились таким заявлением и уже начали надеяться на воссоединение звездной пары. А вот воодушевилась ли Рита Дакота, пока неизвестно. Скандалы на почве толерантности уже прочно обосновались в светских сводках новостей. Теперь отличилась Ксения Собчак. Только мы немножечко смогли отдохнуть от слухов про роман Ксении с режиссером Богомоловым, как она опять тут, как тут. Телеведущую обвиняют в расизме. Дело в том, что снимая истории с отдыха на Мальдивах, Собчак неосторожно назвала сотрудников отеля чернокожими рабами. Так себе шуточка, если честно. После подобной истории в прошлом году подруга Ксюши Ульяна Сергеенко уже стала для многих персоной нон-грата. Для тех, кто забыл, ну или не знал, дизайнер написала в приглашениях на свой показ друзьям фразу «To my niggas in Paris». Фото данного текста выложила в сторис Мирослава Дума, не найдя в нем ничего предосудительного. Но Наоми Кэмпбелл, например, обнаружила в словах приглашение признаки расизма. С мнением супермодели общественность оказалась солидарным. Скандал до сих пор припоминают светским львицын. Видимо, на чужих ошибках экс-кандидат в президенты учиться не хочет. Интересно, сможет ли острый на язык Ксения парировать обвинителям в нетолерантности? Или проще будет сразу извиниться? Второго шанса достоин каждый. Особенно, если это всеми любимый артист, коим и является Сергей Лазарев. Как утверждают СМИ, Сергей собирается второй раз представить Россию на Евровидении. Официально претендентов от России озвучат только в конце января. Но если верить слухам, Лазарев настроен на победу. В 2016-м Сергей уже представлял Россию с хитом «You are the only one». Тогда артист занял третье место на конкурсе. А его эффектный номер прочно обосновался в нашей памяти. Но, судя по всему, Сережа перфекционист и бронзы ему мало. Золото подавай. Вторая попытка уже принесла один раз победу нашей стране на Евровидении, когда Россию представлял Дима Билан. Так может, два наше счастливое число? Точка. Ньюс. Многие звезды шоу-бизнеса пережидают зиму в теплых краях. Но Александр Тарасов, он же Текила, остался в снежной России. В январе артист презентовал свой новый клип на песню «Лютые морозы». Съемки этого по-настоящему зимнего клипа, проходившие в декабре, имели для певца не очень приятные последствия. Релиз состоялся на неделю позже, так как Александр попал в больницу. Это стало известно из его инстаграм. На снимке, которую выложил певец, видно капельницу. А подпись под фото гласит так. Перестарался со съемками в снегу. Снега и льда в клипе действительно по-русски много. По сюжету Текила пытается достать из глыбы льда девушку, но в итоге сам оказывается в холодных водах. Подписчики оценили видео, и меньше чем за час оно набрало больше 30 тысяч просмотров и 3 тысячи лайков. Надеемся, что и лайки, и горячие сердца поклонников уже начали согревать замерзшего артиста. Риана всеобщая любимица, но вот с собственным отцом отношения у певицы складываются тяжеловато. Да и мало кто сказал бы спасибо папе, пытающимся сделать на тебе деньги за твоей же спиной. По мнению исполнительницы, отец использует ее репутацию для продвижения своего бизнеса. Так в 2017 году он создал свое агентство по развитию талантов Fenty Entertainment и пытался организовать турне певицы в Латинской Америке за 15 миллионов долларов. И это без ее согласия. Фенти настоящая фамилия Рианы. Под одноименным брендом она выпускает косметику и одежду, а вот фабрику талантов Ри как раз таки не открывала. Попытки мирно договориться с отцом не увенчались успехом. Риана пошла на крайние меры. Певица подала в суд с просьбой запретить отцу зарабатывать на ее бренде Fenty и компенсировать причиненный ей ущерб. Странно, что папа и дочь никак не додумаются объединить усилия и организовать семейный бизнес, чтобы все участники этой истории остались довольны. Звезды всегда стараются держать себя в хорошей форме и выглядеть ярко и эффектно. Иной раз страшно подумать, на что готовы пойти знаменитости для сохранения молодости. Виктория Бекхам создала косметическое средство из собственной крови. Экс-участница группы Spice Girls совместно с немецким доктором Барбарой Штурм разработали антивозрастную увлажняющую сыворотку для лица. По словам Виктории Бекхам, полезные вещества клеток и ее крови обладают восстанавливающим эффектом и придает ей лицу свежий вид. Однако такая сыворотка не всем по карману. Всего одна баночка обошлась Вике в 1200 долларов. А что делать, когда рядом вечно молодой красавец-муж Дэвид Бекхам? Интересно, а если запустить такую косметику в продажу, то хватит ли крови Виктории Бекхам на всех желающих? Точка Ньюс Первый челлендж 2019 года продолжает набирать обороты. Казалось бы, ничего особенного, однако, как выяснилось, многим звездам интересно вспомнить, какими они были 10 лет назад. Публикаций с хэштегом 10 Е Челлендж с каждой секунды становится все больше. К 16 января в инстаграмах было уже свыше 2 миллионов. Вирусный флешмоб показал, как же многие похорошели за этот десяток лет. Но мы-то с вами знаем, как за это время шагнула вперед наука и бьюти-технологии. Думаю, многие звезды уже могут смело отмечать на этих публикациях имена своих талантливых пластических хирургов. Ну и что уж скрывать, мастерство владения фейстюном всем тоже очень пригодилось. В общем, челлендж вышел отличный, а на фото сплошь Бенджамина Баттона 21 века. Точка Ньюс Ну вот и все. Это были все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите нас каждый день и находите в социальных сетях. С вами был я, Константин Тарасюк. И помните, со мной шоу-бизнес куда интереснее. Точка Ньюс